Это было сделано для того, чтобы эти мероприятия позволяют избежать появления трещин в вашей стяжке. Перед началом работ мы делаем самый оптимальный и правильный вариант это делать. Очень важно, что на этом этапе еще можно что-то переделать. Если у вас чистовое покрытие пола имеет разную толщину, смотрите какой важный момент. Всем привет! Сегодня мы находимся на улице Академика Комарова, дом 20. Квартира площадью 74 квадратных метра. Дом построен 62 года назад. Закончили этап инженерного ремонта и в этом ролике я вам покажу, какие работы были сделаны. Работы мы начали с разработки дизайн-проекта и параллельно начали делать демонтажные работы в квартире. Ремонт во вторичке это всегда сложно, это всегда непредсказуемо. За три недели, пока велись демонтажные работы, мы вынесли 3000 мешков строительного мусора. Если вы планируете делать ремонт и у вас старичка, закладывайте в бюджет значительную сумму на демонтажные работы и вывоз мусора. После демонтажных работ мы приступили к возведению перегородок. Вы знаете, что мы строим стены из газобетонного блока толщиной 10 сантиметров и этот объект не стал исключением. Вот, пожалуйста, газобетонный блок, его толщина 10 сантиметров и по полтора-два сантиметра с каждой стороны это уже идет штукатурка. То есть полностью толщина стены выходит от 12 до 14 сантиметров. После возведения перегородок мы приступили к штукатурным работам. Особенность этого здания, что оно кирпичное, пятиэтажное. И за 62 года, пока дом стоит, кирпич немножко устал, появились дополнительные трещины и вся кладка выглядит немножко ненадежно. Понятно, что она еще простоит еще 100 лет, потому что дом построен в советское время. Но, тем не менее, у нас здесь стены под покраску, поэтому нам нужно сделать так, чтобы не появилась ни одна трещина. Поэтому всю площадь оштукатуренной поверхности мы затянули в базальтовую сетку. И штукатурили мы здесь стены все ручным способом. Вы знаете, что мы штукатурим механизированным способом, но здесь мы сделали исключение, потому что получался большой слой штукатурки на стенах. И по желанию заказчика мы сделали все углы в квартире 90 градусов. Забыл сказать, до начала штукатурных работ мы срезали все стойки отопления и поставили заглушку в районе пола и под самым потолком. Оштукатурили все помещения и только после этого переварили трубы отопления. Это было сделано для того, чтобы выдержать правильное расстояние от штукатурки до центра трубы и у вас корректно встали приборы отопления. Обычно после штукатурных работ мы приступаем к монтажу черновой сантехники, к монтажу отопления, к монтажу водомерного узла. Но в данном случае, так как у нас классические стойки отопления, мы приступили к устройству стяжки. Для того, чтобы она уже начала сохнуть и мы могли приступить к следующим работам. Стяжка у нас полусухая. Не забываем про демпферную ленту, про демпферные швы между помещениями. Обязательно добавляем фиброволокно и проливаем в течение 5-6 дней каждый день с утра. Подняли пленку, пролили водой, пленкой накрыли. Эти мероприятия позволяют избежать появления трещин в вашей стяжке. Если у вас чистовое покрытие пола имеет разную толщину, то важно позаботиться об этом заранее на этапе устройства стяжки. Вы делаете разные перепады высот, для того, чтобы не надо было подливать наливным полом, либо под керамогранит добавлять толстый слой плиточного клея. На следующий день после устройства стяжки, когда она уже схватилась и можно было по ней ходить, мы приступили к монтажу черновой электрики. Для чего мы делаем отметку в 1 метр по всей квартире? Это очень удобно, когда у вас есть дизайн-проект с отметками ваших электроточек. У вас по всей квартире есть линия, от которой вы можете откладывать заданный размер. Это упрощает монтаж, увеличивает скорость. И когда вы проверяете работу, это очень удобно. Вы пришли и при помощи рулетки отмеряете расстояние и проверяете вашего мастера, либо компанию, которая делает у вас электромонтажные работы на вашей квартире. Основные принципы электромонтажа, которых мы придерживаемся. Первое. Это правильный кабель. Мы используем ВВГ НГЛС, производитель Concorde. Второй момент. Это вертикальные штробы. Строго вертикальные, никаких ни под 45, ни под 60 градусов, ни горизонтальных тем более, только вертикальные штробы. Третий принцип. Нет распаечных коробок. Во всех наших роликах вы можете видеть, что мы не используем распаечные коробки, а прокладываем кабель шлейфом. Четвертый принцип. Электрику мы прокладываем в серые ПВХ-гофре на потолке, используем клипсы ДКС, гофра из них не вылетает и не ляжет на ваш натяжной потолок. Пятый принцип. После всех электромонтажных работ мы покупаем самые дешевые розетки и выключатели, монтируем их уже на систему готовую и проверяем работоспособность всей электрики во всей квартире. То есть вот видите, самая дешевая розетка и самый дешевый выключатель. И при помощи этих механизмов проверяете, как работает ваша система в квартире. То есть вы можете посмотреть, как включается свет, можете на этом этапе что-то добавить, что-то убрать, понять, как у вас организована система освещения на квартире. Очень важно, что на этом этапе еще можно что-то переделать, но если вы захотите дополнительную розетку или выключатель уже на этапе шпаклевочных работ, там, плиточных работ, это будет в разы дороже и сложнее. На всех внешних углах при штукатурных работах мы ставим штукатурный пластиковый уголок. Раньше мы использовали цинкованный, но перешли на пластик, потому что он у вас никогда не ржавеет, и при этом он не боится никаких механических воздействий либо ударов. Параллельно электромонтажным работам мы приступили к монтажу водомерного узла. Здесь у нас получился компактным, он аккуратно вписался в мебель, система инсталляции, коллектор на холодную воду, коллектор на горячую воду, компенсатор гидроудара, водные краны, все от производителя Авинтроп, система защиты от протечек, производитель Нептун. Дальше также здесь стоят счетчики для того, чтобы снимать показания. Проточный водонагреватель, пульт управления системой защиты от протечек, магистральные фильтра от производителя Гейзер, а также редуктора давления, совмещенные с фильтрами тонкой очистки от производителя Ханнивэл. И что интересно, на горячую воду ставится латунный стакан, а на холодную стеклянный. Но мы всегда, если используем эти фильтра, ставим именно латунный, потому что иногда бывало, что стеклянный лопался, а латунный будет служить вечно. Оконы и откосы. Предмет бесчисленного количества споров, из какого материала нужно их делать. Самый оптимальный и правильный вариант – это делать откосы под покраску. В данном случае мы сначала обшиваем листами ГВЛ, потом наносим малярный стеклохолст, несколько слоев шпаклевки и потом уже красим. Иногда пытаются ставить пластик, но этот вариант не очень удобный и практичный, поэтому лучше всего делать откосы под покраску. Смотрите, какой важный момент. Откос у вас должен быть строго под 90 градусов к окну. Никаких развернутых под 60-40 градусов, а именно строго под 90. Когда вы монтируете лист ГВЛ, вы делаете его развернутым на 1-2 градуса. Для чего это делается? На этапе малярных работ, уже когда будет работать маляр, он будет здесь ставить малярный уголок. Малярный уголок даст вам небольшую толщину и как раз вот здесь получится уже 90 градусов. Поэтому, когда вы монтируете лист ГВЛ, вы делаете его развернутым, а уже на финише маляр делает строго под 90 градусов. Между комнатой и кухней у нас была раньше стена. Это сейчас мы объединили и сделали кухню-гостиную. И на два помещения у нас есть всего лишь один стояк отопления, который находится в комнате. От нее у нас идет 1,5 метра трубы, прибор отопления. После этого прибор отопления, который находится в комнате, идет еще труба 2 метра. И потом будет прибор отопления уже на кухне. То есть вот эта вот трасса от начала до конца порядка 5,5 метров. Мы сейчас находимся в спальне наших заказчиков. И посмотрите, как они интересно придумали. У нас одно сплошное глухое окно и две створки для того, чтобы пройти на балкон. Вот таким образом это все открывается. И вы можете уже идти на балкон. Наша заказчица говорит, хочу ковку на балконе. Можете? Мы, естественно, говорим, что можем. И, пожалуйста, мы срезали старое ограждение некрасивое и смонтировали вот такое кованое изделие. Получилось очень интересно. И когда уже будет финишная отделка на балконе, мы уложим плитку, будет смотреться просто бомбически. Электрический щиток у нас расположился в шкафу. Для того, чтобы его было не видно и он не занимал много места. А также, смотрите, как интересно мы сделали. Мы здесь смонтировали электрический счетчик. Для того, чтобы не отводить для него специальное место, мы сделали весь узел по электромонтажу в шкафу. Вот такой инженерный ремонт получился у нас во вторичке площадью 74 квадратных метра. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok